Музыка Федеральная служба судебных приставов Дунихина Оксана Алексеевна Вы? Разрешите войти? Для хозяйки квартиры судебные приставы нежданные гости Хотя о своем большом долге она знала Когда в последний раз оплачивала коммунальные платежи уже и не помнит Говорит, сейчас просто нет возможности И оправдывается, деньги скоро будут Ну мы знаем, что у нас такая сумма, там долга То есть вы в курсе, да? Да, мы в курсе, поэтому мы уже переживаем И вот на следующей неделе мы идем туда оплачивать В решении суда хозяева квартиры должны выплатить 23 тысячи рублей Но это еще верхушка айсберга Полная сумма составит все 80 Такие цифры Оксана объясняет просто Из трех взрослых работает только один А еще здесь двое детей Несмотря на эти обстоятельства, судебные приставы описывают имущество За счет которого и погасят долг Также был произведен арест имущества в рамках обеспечительных мер Это имущество было оставлено на хранение должникам Соответственно, это какой-то рычаг наш для погашения задолженности То есть сигнал для должника То есть исполнить требования решения суда В этой квартире даже арестовывать нечего Мелкая бытовая техника ситуацию не спасет Объясняют судебные приставы Если в течение пяти дней долг не погатит К нему прибавятся еще и проценты Однако выход есть Это или рассрочка, или госсубсидия Думаю, что должник по данному адресу проявит сознательность Оформит себе жилищную субсидию Мы со своей стороны, конечно, постараемся помочь И каким-то образом все-таки Свои дальнейшие выплаты по коммунальным платежам Будет соблюдать сроки по ним На субсидию могут рассчитывать не все Каждого должника управляющая компания рассматривает отдельно В любом случае затягивать с оплатой нельзя Дотянуть можно и до крайней меры Самых злостных неплательщиков из квартиры выселяют Хотели срезать столбик и натолкнулись на стену Стена непонимания выросла между строителями и жильцами неожиданно Еще утром никто и не ожидал такого визита Ограждение уже лет 10 защищает двор от непрошенных водителей Мы ходили, подписывали документы Все это было договорено с мэрией Все пришли, поставили Поставили, чтобы обезопасить детей Объясняют активистские Проезжую часть для подъезда отделяет какой-то метр Сквозным этот проезд не будет Объясняет представитель подрядной организации Просто тупик теперь с другой стороны Мы перекроем подъезд к тому дому К тому? А с той стороны? С той стороны, да И поэтому вот там 5 машин с того дома, который там ставится Они должны выезжать как-то Перекроют, чтобы построить водопроводную камеру А это в интересах всего микрорайона Пытается объяснить Олег Авдеев Есть даже ордер на ведение земляных работ Ну, существует решение Ну, выйдут жители Ну, пускай решают повыше Решение повыше уже принято К строительству все готово Есть ограждение и схема проезда С подробным описанием изменений Но когда-нибудь строительство закончится А двор так и останется без защиты Строители готовы письменно гарантировать восстановление в полном объеме О сроках в письме расплывчато До окончания работ До июня До этого июня В эти сроки, а то и раньше, столбик вернут на законное место Обещают нарушители спокойствия Но жильцы просят письменно подкрепить слова Конфликт исчерпан Столбики жильцы передают на ответственное хранение До 20 июня И назначают новую встречу Дзержинского 8 Первый адрес, куда выехала комиссия В составе представителей администрации Водоканала и Адмитехнадзора Зимой здесь меняли аварийные трубы Порядок должны были навести еще к концу апреля В итоге асфальт положен неровно Газона нет Здесь не было представителей Ни администрации, кто за это отвечает Ни дорожной организации Ни той организации, которая занимается И отвечает по благоустройству На улице Ленина просела брусчатка Значит работа сделана некачественно Считает Михаил Объедков По следующему адресу тоже замечание Имеются сколы, кирпичи Кирпичи, недостаточно чернозема И недостаточно семян Для того, чтобы трава зашла На южной стороне Реутова Ситуация получше, чем на Северной На юбилейном проспекте На месте стоянки тоже были раскопки Но здесь асфальт ровный Также и у дома 38 Все приведено в порядок Однако 40% участков На которых работал водоканал Сейчас находится в ненадлежащем состоянии В соответствии с законом Московской области Номер 161 от 2004 года За него восстановление благоустройства К административной ответственности Будет привлекаться водоканал В данный момент Водоканал должен заплатить штраф В размере от 25 до 40 тысяч рублей Представители администрации Администрации Также осмотрят участки Где работали энергетики Газовщики и строители На открытии футбольного сезона Которое прошло на стадионе «Старт» Собралось немало поклонников футбола Среди почетных гостей Глава города Александр Ходорев Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Сидоровский И президент клуба «Приолит» Борис Алиферов Мы ждем сильную команду Хотелось бы видеть свою команду Слаженной, сильной, победителем Те, кто сегодня вступает в первый год В команду будет играть Адаптироваться вовремя И набраться хорошего опыта Спортивных побед и самых лучших пожеланий Поздравляю вас всех На поле воспитанники местной спортивной школы «Приолит» Четыре команды стали призерами первенства Москвы и области Их наградили почетными грамотами и медалями Вот так Забьешь гол сюда? Конечно По традиции в день открытия сезона Прошла церемония посвящения самых маленьких членов «Приолита» Эти ребята в буквальном смысле впервые на настоящем футбольном поле И с этого момента они настоящие футболисты Очень приятный момент в жизни Этих прекрасных мальчишек и пятенок Но главное и долгожданное событие вечера Календарный матч чемпионата России Соперник Ревутовчан – столичный клуб «Квазар» Амбициозный новичок третьего дивизиона рвется в лидеры Но «Приолит» – команда, которая на родном поле практически никогда не проигрывает И уже на седьмой минуте счет стал 1-0 Победа с минимальным результатом принесла «Приолиту» три очка Клуб уверенно входит в пятерку лидеров турнирной таблицы 20 велопарковочных мест появилось в городском парке на южной стороне Это подарок одного из операторов мобильной связи В прошлом году на дне города они объявили среди горожан своеобразное голосование Что они хотят – детскую спортивную площадку или велопарковку Большинством голосов была выбрана последняя Сегодня монтажные работы уже закончатся и парковкой вполне можно воспользоваться Сегодня синоптики обещают нам, что будет тепло днем около 25 градусов, ночью в районе 20 Однако возможны дожди и грозы Ветер юго-восточный – 4 метра в секунду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова